Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 23 года, девушка, учись навычки, есть друзья, контакт с ними хороший, очень хочу попросить вас о помощи. Дело в том, что я очень спильчиво, не люблю, когда строгаются мои личные пространства, жмя соседи, например, в это время у меня начинается агрессия, я очень сильно не могу себя контролировать. Чувствую, как сердце вырывается из груди, рыдаю, в то время как остальные люди в доме не обращают даже внимание на страну, они обвиняют меня за мою реакцию. Если кто-то начинает со мной грубо или похамско разговаривать, я начинаю кричать, пускаю в ход агрессии, не могу с таким тоном разговаривать. Но очень хочу научиться контролировать эмоции, я говорю, вот, спокойно и не обращать внимания на это всё. Ещё больше здрасте за своё здоровье, я покалываю сердце, нормально говорить ничего не могу, рука тросилась и давит в груди, я просто не выложил это всё. Когда никто мне не травит жизнь, я очень спокойный, у меня очень много друзей, которые любят меня, я всегда выращиваю в любой ситуации, столько всего, с очень хорошего про себя. Помогите мне разобраться от людей, которые меня провоцируют, у меня нет возможности дистанцироваться. Ну вот, хочется, наверное, начать с конца, да, в данном случае. И хочется сказать вам о том, что, вот, то, что вы говорите, да, по поводу того, что нет возможности у вас дистанцироваться, вот, и вы же, получается, никак не объясняете это, вот, почему нет возможности дистанцироваться. Возможности есть всегда, да, всегда есть возможность, было бы желание. То есть, тут очень похоже на то, что вы занимаете позицию, такую, да, но. А мы сейчас подумаем, первая реакция, и вполне такая вот, естественная реакция. Это действительно реакция дистанцироваться, вот. Да, это потребует, безусловно, каких-то усилий, это потребует, естественно, каких-то запрат, запрат, запрат. Вот, ну, в целом, это выглядит, как, вполне себе, хороший, такой вариант. Адекватный вариант. Это выглядит, так как бы не так. Ну вот, то есть, этот вопрос касается, вот, непосредственно, того, что, на мой взгляд, вы, возможно, возможно, видите, какую-то выгоду, в этом, для себя. А именно, что это за выгода? Эта выгода касается, а, вашей возможности, а, выращать агрессию. Да? Ну, выращать агрессию, проявлять агрессию, а, проявлять ее, и так далее. То есть, как бы, в любом другом случае, в любых других моментах, в любых других аспектах, вы, скорее всего, этой возможности, были бы лишены. А, как у вас есть, шанс? У вас есть шанс, это выражать. То есть, это тоже, а, довольно важный момент, довольно серьезный момент, на который, на мой взгляд, вам необходимо обратить свое внимание. То есть, как, вы здесь сразу занимаете, а, такую вот, на мой взгляд, а, позицию жертву. Что, как, как, как мне кажется, является, ну, совершенно неприемлемым. Вот. Дальше. А, что касается агрессии, в целом. Ну, в целом, что касается агрессии, в целом, что касается того, что, ну, того, что вы так реагируете на эту ситуацию, вот. Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что, вот, на вас действует страх, вот. То есть, агрессия в этом, ну, агрессия в этом смысле, она, в первую очередь, про страх, про то, что я боюсь, а, ну, чего-то, а, меня пугает, что-то, что-то. Вот. И, соответственно, со страхом вам, в первую очередь, как мне, кажется, в первую очередь нужно работать. Вот. Это именно страх, именно ваши страхи, в данном случае, вот, и чего-то вы боитесь. Ну, вполне очевидно, что речь идёт, вот, о том, да, чего, чего вы боитесь, а, в детстве. Совершенно очевидно, что речь идёт про детство. Вот. Здесь вы, вот, как раз, вероятно, чего-то боялись, да, то есть чувствовали себя беспомощны, чувствовали себя, неспособны себя защитить. Сейчас, вот, любая такая ситуация, она оказывает именно такое, вот, влияние и вызывает у вас такую реакцию. То есть тут нужно именно, вот, поисследовать, что называется, ваши чувства и переживания более подробно. Что вы имеете в виду, говоря, например, о том, чтобы контролировать? На мой взгляд, вы имеете в виду вопрос сдерживания. То есть я хочу сдерживать свои эмоции, говорите вы. Ну, на мой взгляд, сдерживание не может привести ни к чему хорошему, ни к чему хорошему, сколько-нибудь позитивному для вас. Вот. Научиться чрезвенничать свои чувства и выражать их более предметно, более корректно. Очень важно. Как важно, в принципе, и элемент, касающийся контакта с людьми. Да? То есть коммуникации с людьми. То есть на обвинения, на обвинения или на какие-то раздражающие вещи вам хочется ответить. Как-то вот. Так. Довольно, довольно резко, может быть. И так далее, это связано с тем, что вы не замечаете своих переживаний в этот момент. А может быть даже и вытесняете их. Вот. Потому что вам это болеет. Ну, в смысле, вот. Ну, для вас это болеет, скажем так. Тут вот тоже есть, конечно же, ряб нюансов. И нюансов, как мне кажется, довольно серьезных. Следующее, на что хочется обратить ваше внимание. Заключается в том, что вот то, что вы описываете, касаемо своей жизненной стратегии, а именно то, что вам хочется, например, быть хорошей для, ну, для других людей, скажем так. Вот. И так далее. Вот это очень напоминает, как будто бы, знаете, компенсацию. Да? То есть, вот как будто бы я компенсирую. Как будто бы я компенсирую чувство вины, например, который у меня возникает в результате моих, ну, скажем так, вспышек агрессии. Вот. Неприятно ли это? Да, безусловно. Болезненно ли, тяжело ли? Да. Само собой. Но действовали, действовали бы вы так же, если бы этих вспышек не было? так. 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 для себя. в первую очередь, как мне кажется. Это очень важный момент. Если вы этого не замечаете, то могут быть проблемы, могут быть трудности, могут быть серьезный конфликт. А сейчас эти вот конфликты выращаются вот в таком, ну вот в такой, скажем так, поведенческой модели вашей. Вот. Это то, что я мог бы сказать вам. И именно вот с позиции, значит, именно с позиции психологии, именно с позиции психотерапии. Вот. То, что я мог бы вам ответить официально. Понимаете, понимаете, да? На этом все, пожалуй, пока что. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Работа с личными границами вам, на мой взгляд, также необходима, потому что очень сильно, на мой скромный взгляд, вы болезненно реагируете. На нарушение их, на нарушение личной границы. Вот. Ну, само по себе ничего плохого в этом нет. Никому не приятно, когда личные границы нарушаются. Вот. Ну, тем не менее, тем не менее. Тем не менее. Что еще я бы хотел, хотел бы сказать. Еще я хотел бы сказать, что в эмоциональности, ну, вот, в вашей эмоциональности, да, нет ничего дурного. Скорее всего, вы такой, ну, такой человек, скорее всего, вы такой человек, что вот такая вы вот эмоциональная. Ничего в этом страшного нет. Вот. В том, что вы так проявляете свою эмоциональную. Всегда ли вы демонстрируете, всегда ли вы проявляете вот те чувства, которые испытываете на самом деле. Вот. На мой скромный взгляд, не всегда. Ну, вот. По моему, по моему мнению. По моему мнению, не всегда. По моему мнению, вы вполне можете демонстрировать совершенно не те чувства и не те переживания, которые, как вам кажется, вы чувствуете. Вот. Опять же, повторюсь. Только пока. Так. Но агрессия лучше, чем, чем ничего. В этом смысле. Потому что, если бы ее не было, например, я имею в виду, если бы не было ваших вот вспышек, скажем так, то вам было бы куда и куда сложнее, труднее и болезненнее. А так, ситуация развивается, ну, на мой взгляд, еще неплохо. В этом смысле. Поэтому, просто постарайтесь, постарайтесь помнить, вот, о том, что у чувств не один. Вектор. Он у них не один. Учил очень часто. Несколько векторов. И ваша задача увидеть, какие есть векторы, еще. И на этом заострить свое внимание, а не пытаться подавлять свои переживания. И чем аутентичнее, чем естественнее вы будете проживать свои эмоции, сейчас вы проживаете, то только довольно-таки, скажем так, довольно-таки рэкетные чувства вы сейчас проживаете. Чем более, вполне вы будете проживать то, что является непосредственно вашими проживаниями, тем, вот, на мой взгляд, вам будет легче, проще и комфортно. Ну, конечно же, конечно же, со своими чувствами необходимо работать. Вот, вне всякого, ну, вне всякого сомнений. Для этого вам лучше всего поможет выбор психолога на нашем сайте. И работы соответственно с ней. Потому что, ну, сама по себе проблема, да, она не уйдет. Вот, она не может уйти сама по себе. К сожалению. Проблема. Вот, пожалуй, то, что можно вам сказать. А если есть возможность, можете, конечно, начать, попробовать, по крайней мере, посмотреть в сторону управления гневом. Вот. Это весьма полезная, может быть, история для вас. Но, на мой взгляд, она подходит не всем. Опять же, вот, этот момент, как бы, что, вот, ну, кому-то подходит, кому-то нет. Вот. Вот. Поэтому тут тоже важны, тут тоже возможны нюансы. В целом, я бы спросил вас о том, как вы обращаетесь к своей злостью. Вот. И как, ну, как вот вы даёте ей, как вы с ней обращаетесь. Вот. На мой взгляд, это в данном случае это важно. Вот. И ещё вы спрашиваете, вы пишете точнее, помогите мне разобраться, вот, как вы видите помощь. Я её вижу, например, в том, что вы выбираете психолога и начинаете консультироваться индивидуально. А как видите помощь вы? Вот. Читаете ли вы какую-то другую форму для вас эффективную? Если да, то какую? На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Приветствую вас. Михаил Егоровым Эффект protocol. Понятно. Продолжение следует...